всем привет это вторая часть по созданию комнаты с текстурами в первой части мы сделали все наши модели кем в этой части давайте сделаем симуляцию штор симуляцию подушек и добавим subdivision surface и модификатор был на все наши объекты чтобы они у нас были все сглажены всем привет у меня появилась страничка на бусте если вы хотите поддержать меня и мой канал то переходите по ссылочке ниже на бусте вы найдете все мои работы и сможете их скачать вместе с исходниками спасибо за внимание и приятного просмотра давайте получается начнем со штор перемещаемся до 3d курсор я выберу эту папку коллижен получается коллекция точнее и создаю plane ведь сверху получается нам нужно чтобы верхняя часть этого play на заходила внутрь нашей получается вот этого обруча не знак правильно называется забыл точнее называется так теперь получается нам нужно нажать с x и сделать его чуть поменьше эту штору но где-то вот такого размера и получается передвинуть левее сюда вы можете больше меньше сделать я приблизительно такую оставлю а теперь вид сбоку нажимаем r стоп а нужно включить 3d курсор нажимаем r и 90 градусов по иксу вниз и там нам нужно получается сейчас сделать размер нашей шторы длину точнее наши шторы gz пускаем вниз и тут нужно посмотреть ну где-то где-то приблизительно вот так вот чуть можно выше тут тоже смотрите как вам больше нравится сделали обратно 3d курсор можно включить control и получается тоже на 90 градусов точнее в ноль ставим ее по 0 ставим по иксу эта часть готова z solid тут смотрите вам нужно повторять все те же самые действия как у меня чтоб вас все получилось иначе может что-то пойти не так можно выключить пока 3d курсор с отвори джин origin to geometry 6 смуз правой кнопкой мыши чень control а и подтверждаем скейл дальше нужно накинуть модификатор subdivision я думаю в три итерации будет достаточно плюс минус три итерации будет более чем достаточно а теперь кстати мы пока его давайте отключим а теперь заходим режим редактирования control r и по горизонтали на 10 частей подразделяем и по вертикали тоже на 10 частей готова теперь режим редактирования режим работы с этими нужно выбрать давайте z парфим точнее давайте зайдем режим изоляции нужно получается выбрать вот эти вот edge но перед этим включите subdivision серфейс мы выбираем вот эти вот верхние edge переходим в зеленый треугольничек object data properties и добавляем группы вершин это очень важно и нажимаем асай готово теперь выбираем вот эти вот edge и переносим сюда 3d курсор и включаем 3d курсор это также очень важно выходим с режима редактирования и shape case два раза плюсик нажимаем все пока на этом достаточно теперь смотрите что нам нужно сделать можно выйти с режима изоляции линию timeline переносим на первый кадр заходим обратно в режим редактирования выбираем все нажимаем с x эту штору пододвигаем чуть-чуть сюда но где-то вот так и думаю будет достаточно подтверждаем и выходим с режима редактирования дальше переводим курсор назначения value нажимаем букву и но английскую а и получается и нажимаем палочка у нас появился вот такой ключик переводим на 20 кадр опять что наводим курсор нажимаем букву а и готовом теперь на 40 кадр и тут нужно value у нас ноль стоит нужно значение поставить 1 и опять нажать букву и вот готова у нас сохраняемся теперь нам нужно сюда накинуть на наши стены collision заходим в физик collision soft body and close и тут ставим 0.001 у меня уже стоит хорошо переходим к нашей шторе тоже close накидываем quality steps я подыму до 7 тут очень важно смотря какой у компьютер если у вас компьютер маломощный то лучше на пятерочки оставлять но в принципе я позволяю себе поэтому всем будет мне достаточно а дальше мы переходим в шейп и пин групп добавляем нашу группу вершин которым мы создали раньше опускаемся ниже и collision quality я поставлю на четверочку кстати вот тут сабдив у шторы вы можете поставить на двоечку принципе если опять же у вас компьютер не очень мощный то в принципе можно поставить это все на двоечку давайте сохранимся и я сейчас замолчу сделаю симуляцию и потом как она закончится я к вам вернусь вот получается у меня симуляция прошла принципе мне все устраивает мне все нравится но у нас есть вот такие вот некрасивые штучки как их исправить смотрите во первых нам нужно получается если вас устраивает симуляция то двигаемся дальше если нет то можете поменять какие-то значения и сделать симуляцию заново теперь линию таймлайна мы никуда не двигаем это важно переходим обратно в зеленый треугольничек и тут убираем вот эти шейпке и нажимаем на минус обратно идем модификаторы и подтверждаем модификатор subdivision и модификатор close готова можно линию таймлайна убрать 0 и чтобы у нас вот эти штуки убрать нам нужно добавить еще один модификатор subdivision и вот они убираются но этот level viewport на двоечку поставлю в принципе то и даже на единичку поставлю а рендер на троечку поставлю было лучше все это и вот у нас это все готово теперь добавляем модификатор mirror так mirror выше подымаем и вот у нас получается уже готовые шторы вы можете сделать их больше меньше то есть тут уже как вам больше нравится допустим наверное чуть-чуть их подвину сюда не в принципе такой вариант более чем устраивает сохраняемся дальше давайте сделаем наши подушки ну давайте кстати уберем тут collision чтобы он нам не мешал и сразу создадим вырез для окна пока я не забыл так курсор world origin создаем куб и перемещаем приблизительно по центру между шторами где-то вот сюда вам нужно установить аддон bull tool когда вы установите нажимаем на кубик с зажатым шифтом выбираем комнату control минус и готова так теперь с x я думаю чуть побольше это окно сделаю где-то вот такого размера возможно чуть чуть больше еще и позади чуть чуть больше ну вот где-то я такое наверно окно оставлю и пока все больше мы с ним ничего не будем делать я имею ввиду сейчас не будем делать а в конце уже его будем доделывать теперь делаем подушки нажимаем на наши подушки и переводим туда 3d курсор теперь давайте так вот вот перевелся теперь сюда сразу можно накинуть collision тут также значение soft body and close 0,001 и пока достаточно создаем первую подушку создаем plane сначала мы сначала сделаем длинную подушку вверх подымаем с z нет с y по игреку делаем ее поменьше ну где-то я думаю вот такая подойдет и по ширине с x чуть-чуть тоже поменьше ну еще где-то вот такая меня устраивает сразу давайте подтвердим ей координаты заходим в режим редактирования правой кнопкой мыши subdivide ну и тут 10 на 10 раз подразделим будет более чем достаточно и z и делаем небольшой экструд вот такой будет будет достаточно control р и сюда накидываем получается один edge потом control b и добавляем вот эти вот дополнительные edge подтверждаем так дальше нужно накинуть модификатор subdivision surface я также сделаю в 3 итерации вы можете сделать в 2 итерации тут уже как я повторяюсь все зависит от вашего компьютера переходим настройки физики collision сразу можно выбрать вы не не collision close сразу можно выбрать пресет silk но тут я бы количество quality steps на семерочку и vertex mass я бы поставил 0.03 дальше опускаемся вниз quality collision я на 4 поставлю и тут нам нужен параметр который называется прессор ставим галочку прессор и тут поставим 60 тысяч сохраняюсь и давайте я заново сделаю симуляцию нажимаю на пробел как она закончится я к вам вернусь а это вот и и и и и и и и вот я думаю мне такой вариант устраивает давайте сделаю шить смуз да я вам забыл сказать что вы чуть-чуть и пониже опустили а то она будет очень долго падать вот но в принципе вот такая сосиска меня устраивает давайте получается я захожу в модификаторы и подтверждаю subdivision и подтвердаем модификатор класс и сюда опять же можно еще один накинуть subdivision а я тут на рендере 3 итерации поставлю будет более чем достаточно а теперь эту подушку мы ставим вот сюда давайте я цвет wireframe и чуть-чуть на бок и поворачиваю так чтобы она стояла так смотрим да в принципе принципе ok давайте добавим рейси до модификатор чтоб он выше был и тут получается подведем это все да в принципе меня более чем устраивает ok теперь давайте сделаем маленькую подушечку также создаем plane меньше его делаем где-то такой наверное чуть вверх его подымем подтверждаем сразу координаты режим редактирования правой кнопкой мыши subdivide тоже 20 точнее 10 20 будет много 10 будет достаточно линию timeline 0 делаем экструдь небольшой control r и добавляем сюда несколько джей готова сразу модификатор в три итерации настройка физики класс также пресет silk quality steps 7 vertex mass 0.03 просур также 60 тысяч quality на четверочку сохраняем всем делаем симуляцию вот в принципе меня такой вариант устраивает 6 смуз модификатор и подтверждаем их так и готово вот у нас готова подушка также добавляю subdivision сюда на рендер три итерации есть вот у нас есть две подушки ну и давайте теперь их получается расставим вот этот подушку я хочу как там вот так вот поставить наверное повыше только да где-то вот сюда и повернуть вот так вот к примеру это будет у нас первая подушка теперь давайте и продублируем на эту сторону поставим как-то так и все равно не будет видно получается с камера ну да не видно даже поэтому в принципе можно туда и даже не ставить давайте значит сюда и и поставим да вот так вот ну в принципе ok в принципе ok и давайте делать наш диван тут единственно что давайте начнем на раз багетом шить смуз и авто смуз делаем готовом ножкам тоже шить смуз автосмуз так только тут у нас ножки пропали эти shift d и сюда их переместим я не знаю почему они пропали nokia вот готовым подушки заходим в режим изоляции шить смуз автосмуз не нужно делать потому что мы будем добавлять саде так коллижен мы выключаем нам он не нужен модификаторы обратно сначала был так и я ра и нечаянно добавил был так то что такое был два сегмента наверно лучше даже три сегмента англ ставим так 0.02 и сабдив в 2 итерации я думаю будет более чем достаточно да но только бэвал наверное стоит сделать 0.04 но мне такой больше нравится так как это мягкие подушки лучше чтоб они были более такие круглые готово диван шить смуз автосмуз не делаем бэвал два сегмента лимит метод энгл так тут 0.05 будет достаточно и сабдив тоже в 2 итерации и тут у нас вот такая вот штука происходит ее можно очень просто в этом случае решить в других случаях мы будем чуть по-другому все это делать но в данном случае мы используем такой метод мы заходим в был геометрии и шарп метр аутер меняем на арк и вот все готово у нас сохраняемся и выходим супер что у нас есть дальше но допустим вот этот объект шить смуз также кстати не забываем подтверждать координаты если нужно добавляем был два сегмента angle 0.02 будет достаточно и сабдивижен тоже в 2 итерации так тут смотрим тут наверно 0.02 много поэтому 0.05 будет достаточно да вот так он будет лучше выглядеть есть тут просто добавляем сюда садив готова готова у нас вот этот объект а сюда тоже получается бэвл шейд смуз два сегмента angle 0.02 и сабдивижен серпайс в 2 итерации готов вот эту крышку мы не будем делать пока я думаю до садив не нужно добавлять а вот этот объект бэвл шейд смуз лимит метод angle 0.02 и сабдивижен серфайс так ну тут наверно бэвл слишком большой поэтому 0.005 будет достаточно да так дальше вот эти вот объекты давайте сюда получается бэвл накинем опять же этот объект маленький в принципе тут можно обойтись наверно только бэвлом сейчас посмотрим 056 смуз но в принципе да да в принципе тут можно обойтись только бэвлом давайте посмотрим как это будет выглядеть да так как этот объект маленький я не думаю что сюда стоит вообще добавлять сабдив тут тоже самое тут нам нужно сделать авто смуз если мы только добавляем бэвл так два сегмента давайте три сегмента сделаем чтоб поинтереснее было чуть-чуть так прицелов 005 angle шейдинг от норму только тут мы пропустили один нолик до сюда тоже самое шить смуз авто смуз бэвл 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 два сегмента 0.05 но а этому объекту ну тоже в принципе не нужно хотя ну давайте этот объект все-таки более крупный поэтому в принципе можно добавить сабдив но как вы видите в принципе разницы в разница минимальная поэтому сюда тоже не будем добавлять сабдив просто бэвл и тут hard normal и авто смуз поставим готовом давайте тут наверное даже три сегмента поставим сюда тоже самое я сабдив не добавляю потому что ну буду экономить место мало ли у кого какой компьютер поэтому да и в принципе разницы вы видите не особо видно поэтому можно сэкономить чуть место так с полочками разобрались пергоршочки шить смуз вот тут кстати так как у нас цилиндр лучше накинуть бэвл более правильная форма будет два сегмента angle 0.05 наверное и сабдивижен серфейс в 2 итерации да поинтереснее будет выглядеть в любом случае а сюда так же самое шить смуз бэвл два сегмента 0.05 angle и сабдивижен серфейс готова так теперь вот этот объект ему добавляем бэвл сейчас посмотрим как это будет выглядеть angle 0.05 наверное пишет смуз ну в принципе в принципе давайте зайдем режим изоляции посмотрим в принципе в принципе я думаю тут тоже будет достаточно только сделать бэвл потому что книжка маленькая книжка стоит далеко то есть все мы давайте зайдем в камеру ну и и очень плохо видно поэтому не имеет смысла добавлять туда сабдив так что это у нас видите что у нас тут получилось вот такая вот беда это из-за сабдива поэтому в принципе его можно даже отключить чтобы с ним не мучиться и тут поставить hard normal и авто смуз авто смуз у нас стоит да опять же объект очень мелкий ему сабдив добавлять смысла никакого нету так теперь вот эта вот штучка так как у нас опять же это такая закругленная форма сюда лучше сабдив добавить будет форма более вот этот плавный тоже получается 0,05 и добавляем subdivision surface в 2 итерации да так тут тоже 6 смуз давайте так сделаем шить смуз шить смуз шить смуз и шить смуз теперь выбираем вот эти все объекты выбираем этот объект и выбираем этот объект control l modifier так и в наш все модификаторы перенеслись на все наши объекты так будет удобнее и сохраняемся так смотрим ага вот эту штуку мы забыли тут тоже получится шить смуз бэвал вот сюда я добавил бы сабдив потому что достаточно такой крупный объект и на виду плюс он будет очень сильно подсвечен так у нас от телевизора будет идет будет идти свет поэтому ему лучше добавить лишних полигонов готовом и вот у нас тут такая проблемка вылазит мы с ней еще не сталкивались как и решить принципе все достаточно просто во первых можно попробовать метр аутер поменять на арк но не очень помогает возвращаем обратно второй способ режим редактирования control r и можно добавить сюда дополнительные edge но мне так это не очень нравится потому что добавляем лишнюю геометрию если можно обойтись другим способом выбираем режим работы с этими и допустим выбираем этот edge shift г с англ трэш-холл единица мин бэвал ведь один ставим так нам потом не отключен один ставим почти все мы решили только единственное нужно выбрать вот эти вот дополнительные edge которые на краях у тут находятся на пересечениях и мин бэвал ведь тоже единицу что мы забыли где мы забыли давайте посмотрим давайте я отключу нам нужно было ли поменять на вейд и профиль поставить единицу вот что я забыл сделать и вот в принципе проблема решилась только вот тут осталось где-то я тут забыл что ли добавить бэвал вейд так давайте отключу сам див наверно вот тут можно еще добавить получается так да это быстрый такой способ мне он больше нравится для объектов быстрее чем наверно с с этим лишнюю геометрию добавлять как мне показалось он быстрее будет сохраняемся наш телевизор 6 смуз дайвал два сегмента нгл 0.05 и садив наверно такая же да ситуация будет поэтому сразу меняем на вейд в бэвале профиль один режим редактирования выбираем этот edge shift г с англ мин бэвал ведь единицу смотрим у нас осталось вот такие вот штуки поэтому опять заходим в режим редактирования и выбираем вот эти вот получается edge которые у нас на краях находятся сзади все окей мин бэвал бэйд в единицу и все у нас хорошо выходим давайте сразу проверим face orientation на всякий случай так все у нас прошу все синеньким горит так это и сохраняется последний объект который нам нужно сделать это получается вот этот объект и этот объект давайте начнем с этого тут такая же будет проблема я вам могу сразу сказать поэтому можно сразу добавить мин бэвал вейд а кстати тут у меня уже стоит да стоит у меня была такая ситуация я полчаса назад записывал этот ролик и меня отвлекали звонили на телефон поэтому я забыл начать запись и получается пол работы сделал даже больше вот и пришлось записывать заново поэтому тут просто было добавляем 0.05 нет 0.005 два сегмента вейд единица и садир добавляем я думаю вы поняли принцип как это все делается и вы сможете эту часть сами сделать тут ничего сложного нет кстати решить смутывать сделаем эта часть также 6 смуз тут тоже мне миндал вейд стоит давайте я уберу вам показать более наглядно бэвал два сегмента вейд профиль единица 0.05 subdivision 2 итерации subdivision давайте отключим режим редактирования выбираем допустим этот edge shift гэм сэнгл миндал вейд единица и теперь нам нужно пройтись по вот этим вот и джим который тут на пересечениях находится мы их выделяем зажатым шутом так это не то вот эти вот и с обратной стороны точно так же так вот этот не нужен вот этот и вот этот и миндал вейд в единицу включаем садив и все у нас хорошо окей сохраняемся выходим смотрим что у нас осталось в принципе принципе мы сделали все и подготовили полностью работу для текстурирования единственное что давайте сразу переместим 3d курсор мир shift plane с 20 и в 20 раз его сразу увеличим заходим в камеру окей давайте немножко поработаем с но получается нам нужно переместить сюда 3d курсор и давайте создадим plane наверное plane создам до plane переворачиваем его по иксу на 90 градусов чтоб он получается входил в наш ну получается в наше вот это окно так если что давайте приблизительно на середину его поставлю приблизительно на середину так теперь давайте я ему сделаю стоп не то выберем этот plane и сделаем ему толщину какую-то ну допустим такую какую-то я просто не хочу применять модификатор поэтому чуть-чуть такой способ будет нестандартный приблизительно двигаем это окно на середину и перемещаемся до 3d курсор до курсор и создаем получается куб уменьшаем его это будет наше отверстие для окон допустим где-то ставим его сюда с помощью рей а двигаем направо думаю где-то 1.5 давайте поставлю вот так где-то так заходим в режим редактирования копируем его shift д опускаем вниз приблизительно что простояние было одинаковое и допустим с x и давайте сделаем его чуть побольше ага так получается так не получится так не получится ну поэтому давайте сделаем чуть-чуть по-другому значит мы просто добавим сюда mirror о за эту да теперь берем эти кубики выбираем это окно control минус делаем окошки вот такие тут возможно их стоит сделать чуть-чуть побольше да явно вот так вот чуть побольше принципе это более чем достаточно возможно по иксу чуть-чуть еще давайте сделаем тут она залазит ну хотя хотя давайте сделаем такие вы в принципе можете сделать рамки поменьше но кстати кстати наверно да давайте сразу рамки сделаем поменьше вот так вот вот где-то теперь в рей заходим и тут уменьшаем фактор где-то где-то мы наверно переборщили с этим поэтому с x и чуть поменьше так двигаем сюда и наверно еще поменьше по иксу ну вот где-то где-то вот так вот нам подходит хорошо ну и давайте сюда на этот объект накинем devil 6 смуз авто смуз а тут важно что булевая операция была вверху три сегмента angle 0.05 и hard норму готовом так сохраняемся и смотрим ну мы вроде как все сделали нам осталось накинуть текстуры свет ну и и вы развертка это будет уже в следующем уроке третьей части мы уже доделаем все наши объекты вот в принципе на этом все если вам понравился данный урок подписывайтесь на канал ставьте лайки также хочу напомнить что ваши комментарии также лайки и подписка очень сильно мотивирует меня снимать новые видеоролики спасибо вам за просмотр и до новых встреч всем пока пока